Всем привет! С вами Юля. И сегодня мы посмотрим заключительную часть о моих запасах. Здесь будут только схемы. Итак, начнем с схем от фирмы Custom Crafts. У меня их больше всего. Люблю Custom Crafts, но наборов у меня мало. А вот схем мне удалось приобрести некоторое количество. У меня была давно закупка с Канады, с официального сайта. И несколько я потом купила на сайте 123stitch. Там было небольшое количество каких-то схем предложено, и я успела что-то купить. Бывают они выставляют. Девочки, если вам интересно, вы можете тоже поглядывать на сайте 123. Там бывают эти схемы. В схемах у нас представлены ниточки ДМС, поэтому можно скомплектовать и, конечно же, запросто вышивать. Но я не буду показывать саму схему и нитки, точнее ключ. Мы будем смотреть только те схемы, которые у меня имеются. Вот из последних приобретений, так сверх падает, наверное, бликуют. Буду стараться меньше поворачивать обложку, чтобы вам не бликовать. Из последних моих приобретений это вот такой вот мишка. Он такой классный, шикарный. Нужно смотреть, конечно, отшив, чтобы влюбиться в этого медведя, насколько он живой, как блестит его шерстка. И вот эта вот ель голубая на заднем фоне. Просто великолепная, шикарная работа. Я думала, что мне не удастся купить этот набор и даже схему. И когда увидела, что можно приобрести, была очень-очень рада и счастлива. Работа будет большая, 53,3 на 35,6 сантиметров. Такая достаточно хорошая картина. Ну, Custom Crafts любит делать большие картины. А если в оформлении, то будет, ну, представьте, где-то 60 на 40 как минимум. В зависимости, будет паспорту или нет. На сайте, на сайте, на канале Бел Багет Мастер у них есть видео об оформлении этой работы. И если вы посмотрите это видео, будьте, конечно, очень осторожны. Вы обязательно влюбитесь в этого медведя. Очень красиво у них получилось оформить. Ну, конечно, вышивка классная. Ну, конечно, оформление играет большую-большую роль. С обратной стороны, как всегда, Custom Crafts нам представляет те наборы, те дизайны, которые у них есть, большое количество. Вот, когда вы покупаете наборы Custom Crafts, нужно, конечно, обращать внимание на картинку, потому что их первые разработки были не самые удачные, поэтому они заслужили не очень хорошую репутацию. Были такие прогонистые, пиксельные. Потом видно, что дизайнер научилась подчищать схемы и делать более качественные. И уже вот мы можем вышивать такие красивые картины. Сколько сможем их вышивать, потому что... Это у меня что-то часть, какая-то схема Dimension тут попалась. А ну да. От петуха, по-моему. По-моему, закрывается эта фирма, либо уже закрылась, либо я не знаю, что там происходит. Найти наборы от Custom Crafts все сложнее и сложнее. Если у вас есть возможность, обязательно покупайте, потому что потом это будет большой раритет. И вы не прогадаетесь, если купите набор. У них очень хорошая комплектация, прекрасная основа и нитки ДМС. Я об этом часто говорю, что очень хорошего качества. Это полное удовольствие. Еще из недавних покупок вот такой прекрасный волк от Custom Crafts в таких красных тонах. Но здесь такая картинка не очень симпатичная. Видела этого волка в отшиве. Конечно, очень и очень впечатляет. Я люблю вообще-то животных в паре, но здесь настолько красивая разработка. Волк смотрит прямо на нас, вот таким вот хитрым взглядом. Так и поглядывает, как будто напротив него стоит красная шапочка. И он ей хочет задать вопрос, куда ты, красавица-девица, я тебя съем. Вот такой прекрасный волк. Размер работы будет 35,6 на 40,6 сантиметров. Запечатанная схема запаянная. Здесь более такая тонкая бумага, чувствуется по весу. Но схема запаянная, поэтому вот я ничего вам не смогу показать. С обратной стороны вот так. Еще одна мечта. Этот дизайн, я думаю, многим знаком, его часто раньше вышивали, потому что получается просто волшебство. Это не просто девушка-индианка. Я люблю индейскую тему. И у меня уже собралась небольшая коллекция в наборах и схемах. В отшиве, конечно, пока небольшая. Но все впереди. Эта девушка, она, конечно, завораживает, когда смотришь на отшив. Это что-то волшебное. Часто ее раньше вышивали. Я, когда только начинала вышивать и видела эту картину, показывали выставки, еще что-то. Я, конечно, как завораженная сидела, смотрела с таким огромным удовольствием, восхищением. И рада, что у меня есть эта схема. Ну, когда-нибудь я тоже смогу вышить ее. Размер работы 35,6 на 44,5 сантиметра. Тоже такая хорошая работа. Большая будет с одной стороны. Ничего у нас не представлено. Ну, наверное, старенькая схемка, потому что она тоже бумага такая тонковатая. Дальше петух. А вот этого красавца я уже вышила. Да, у меня был набор. Ну, вот осталась схема, оставила себе на память. Как раз у меня эта работа, картина, висит над моим рукодельным столом. Муж эту работу не понимает. Ну, не все могут понять петуха. Мне нравятся петухи. На самом деле, если посмотреть, какие есть виды, очень красивая птица. Ну, так как это домашняя птица, мы особо ей значения не придаем. Ну, мне картина-то понравилась, поэтому я ее вышила. Вышивается очень легко. Это просто вот очень-очень простой дизайн. Может начать вышивать даже новичок. Потому что здесь только такими пятнами вышивается. Нет ни одиночек, ни смешения цветов. Все крестом, все просто. Поэтому супер-простая работа. Размер работы у нас... Ага. А в сантиметрах не дано. А, нет. Да, есть сантиметры. 35,6 на 35,6 см. Квадрат. Ну, у меня оформление... У меня рама большая. У меня получилось около 50 на 50 как минимум. Где-то у меня по 7 сантиметров. Сейчас я на нее смотрю. По 7 сантиметров с каждой стороны. Ой, даже больше, чем 50. Так. Здесь у нас с этой стороны тоже представлены картинки. Ну, вот этот шикарный волк, он у меня есть. Видите, здесь получше картинка уже напечатана. И мы можем видеть, что получится. Ну, у Custom Craft прекрасная серия с дикими кошками. Львы, тигры, гепарды, леопарды. Все, что угодно. Мишки есть. Все-таки Канада. А я мишек очень люблю. Вот. Коту было много раньше. У меня, как и у многих, есть папка со скачанными схемами. Знаете, вот то, что не купила, но хотя бы скачала. Хомячья душа, жадность вышивальщицы. И у меня есть несколько схем и от Custom Craft, в частности. И сиамские коты. Очень красивая разработка. Тоже все мечтаю, мечтаю. Ну, все как у всех. Все хочется вышить. Время ограничено. И поэтому остается только мечтать о всех этих дизайнах. Вот этот орел у меня есть. Шикарный орел. Как он мне нравится. Размер работы 35,6х47,1. Посмотрите, какая разработка. Шикарная разработка. Я уверена, получится просто великолепно. Нужно вышивать этого орла. Класс. Нужно устроить вообще-то как-нибудь год Custom Craft. И просто начать все мои любимые дизайны. Вот эта разработка, сам построение дизайна мне нравится. Как в плане построения лес. Чудесный летний день. Мы видим, как падает свет солнца. Семья оленей. Олененок маленький. Бэмби. Тут какие-то зайчики на водопое. Но мне кажется, что здесь немножко не очень чистая разработка. Какая-то пиксельность присутствует. Хотя, может быть, при вышивке это все и сгладится. Но сама картина мне очень нравится. Прям люблю-люблю. Оленей я очень люблю. К тому же у нас уже есть опыт знакомства с этими прекрасными животными. Ну и нужно будет обязательно вышивать чудесный лес. Летний день. И вот семья оленей. Еще и зайчики прибежали. Так, еще одна любимка. Прям большая любимка. Об этом филине я давно мечтала. И даже не надеялась, что когда-то найду. Но вот так сложились обстоятельства, что я в закупке его приобрела. Я не знаю точно, сова это или филин. Но мне кажется, это филин. На самом деле у этих сов столько подвидов, что с ними можно и запутаться. Мне нравится здесь разработка. Нравится композиция. Что этого филина видно полностью. Он сидит спокойно и смотрит прямо на нас. Такими своими огромными глазищами. Ушки на макушке. Он сосредоточен. И в любой момент готов сорваться с места. Схватить свою добычу. Вот эти же птицы. Они же хищники. И мне очень нравится, как Кастенкрафт делает фон. Вот такими вот разводами. Красивое сочетание. Получается четкая картинка на первом плане. И фон вот такие вот разводы. Елка здесь смотрится очень гармонично. Но если присмотреться, снег здесь тоже не очень хорошо разработан. Пятна, пиксель. Но в целом, то что у нас филин на первом плане хорошо проработан. Вот это все делает картину гармоничной. Размер работы 35,6 на 49,7 см. Вот такая красота у меня будет. Красота, красота. Это еще один дизайн. Он у меня с какими-то другими дизайнами не компонуется. Потому что здесь как бы венец. Все-таки лодки красивые. Нет у меня каких-то дизайнов, чтобы можно было его с чем-то скомпоновать. Но сама по себе картина будет просто великолепной. И я решила взять, пусть будет, буду вышивать. Возможно, где-то когда-то с чем-то смогу скомпоновать. Хотя, знаете, это такой момент. Столько у меня вышивок, которые просто вышиваются не для интерьера. Поэтому такая картина, может быть, и найдет свое место в доме. Прекрасные две лодочки. Размер работы у нас 35,6 на 48 и 31 см. Вот такая вот будет красота. Здесь у нас с обратной стороны есть картинки, представлены. Вот здесь вот эта феечка, бабочка очень красивая. Ну и, конечно же, коты, тигры, дикие кошки. Вот этот тигр классный. Вот этот малыш хорошенький. Цветы, олени. Ну, прекрасные разработки. У Кастом Красса что тут сказать. Вот еще одна схема. Как мне нравится этот букет. Ну, вы понимаете. Я думаю, что каждая рукодельница, когда перебирает свои запасы, начинает вздыхать. Это такой тяжелый процесс, потому что все хочется вышивать. Естественно, все наши покупки не просто так спонтанны. Это все от большой любви, от желания вышить. И, конечно же, какие-то ассоциации у нас есть с этими картинками. И вот этот прекрасный букет приобрелся. Яркий, сочный, летний. На заднем фоне у нас одуванчики. Это где-то, наверное, на даче, в деревне срезанные розы. Немножко пиксельная разработка, но в целом, в целом, смотрится будет очень хорошо. Есть такие участки, где пробиваются какие-то пиксели. Ну, в целом, видите, должна картинка получиться очень яркой. Шикарный букет. Представляете, выше такой оформить. Бомба будет. Руки, пожалуйста. Еще две. Еще две руки. Вот такой дизайн у меня есть. Их два. Один зимний, второй, по-моему, летний. Вот у меня зимний с отражением. Мне очень нравится вот это отражение. Я хотела бы еще летнее. Ну, может быть, когда-нибудь приобрету. Горы красивые, отражения. Мне кажется, вышиваться будет легко, потому что я смотрю, вот по картине здесь прям какие-то такие участки большие, зашиваются одним цветом. С близкого расстояния все это как-то немножко пиксельно, а вот сдалека, посмотрите, как будет шикарно. От этой работы так и веет. Вот, прохладой, таким чистым-чистым горным воздухом. Класс. Размер работы 56,2 на 35,6 сантиметров. Достаточно такая большая картина будет. Так, здесь с этой стороны у нас что? Тоже красивые картинки. Лось прикольный. Подсолнухи вот такие у нас вышивала девочка в СП. Такие шикарные подсолнухи. Так смотрится классно. И она их так быстро вышила. Опять же, здесь тигр такой грустный. Пиняга. Вот, есть мне еще вот такой пейзаж. Тоже мне понравился. Здесь у нас размер 46 на 35 сантиметров. Лето, озеро, заснеженные еще горы. И вот такие вот какие-то цветочки на переднем плане. Уютно. Наверное, канадская весна или лето холодное. Не знаю. Ну, краски здесь очень яркие. И уютно очень смотрится. С обратной стороны у нас что? В принципе, ничего нового. И еще вот такой вот горный дизайн. У меня как-то было такое настроение. Хотелось гор. И я вот себе купила еще крокусы. Представляете, увидеть вживую вот такую вот не просто поляну. Просто, даже как это сказать, равнину. Горную равнину, усеянную вот такими крокусами. Крокусы это, по-моему, да? Вот такие вот цветочки. Низкорослые, красивые. Это что-то невероятное. Ну и гора. Очень красиво, интересно. Размер работы 45,4 на 34,1 сантиметр. С обратной стороны ничего нового. Так, идем дальше. Идем дальше, идем дальше. У меня немного схем. Поэтому это видео у нас очень быстро с вами пройдет, пробежит. Ну, раз я уже снимаю обо всем, все и покажу. Итак, на 1, 2, 3 стич я приобрела вот такой буклет от Stony Creek Home Sweet Home. Это будет был пул. Я увидела здесь такие красивые птички, скворечник. Такая красота. Думаю, о, не надо. Я что-то покупала и на довесок взяла вот эту схемку. Мне надо, надо. Красивые птички. Я так посмотрела, думала, тут вышиваться-то всего-то ничего. Нечего и вышивать их. Но когда пришла ко мне эта схемка, я ее открыла. Девочки, у меня был маленький шок. Я просто не представляла, что вот такая маленькая картиночка может быть с такой сложной схемой. Кстати, здесь еще у нас шла специальная ниточка. Ниточка, точнее, ручного окраса. Вот такая ниточка. Я ее тоже купила. Раз уж покупала сам буклет, думаю, возьму и сразу ниточку. Не буду вам показывать схему внутри, что да как. С обратной стороны есть, конечно, кусочек, но не буду все открывать. Значит, я открыла эту схему и посчитала нитки по ключу. Получилось 72 цвета плюс специальная нить 73. Нитки представлены в Анкоры и ДМС. Вот представьте, 73 цвета по ключу. Это вам многоцветка, можно так сказать. Но единственное, что утешает, то что здесь нет одиночек. Я внимательно посмотрела схему, она немножко мелковатая. Ее нужно для меня увеличить, так как она еще черно-белая. Глаза устают, но нет одиночек. Цвета идут небольшими грубками. Даже если пусть они по 3-4 крестика, это уже какая-то грубка. Не совсем одиночки. Поэтому, в принципе, ее можно преодолеть, несмотря на то, что здесь так много цветов. Посмотрела, где участвует эта ниточка. Она участвует где-то здесь в бордюрчике всего лишь. Ну, такая, знаете, очень насыщенная схема, разработка. Не знаю, оправдана, не оправдана. Смотрится, конечно, красиво. Видела в Инстаграм отшив, кто-то вышивал. Конечно, потрясающе. Рекомендую вышивать на 16-м каунте. Еще не дочиталась, на какой основе. Нужно будет подумать. Посмотреть размер. Сейчас вам скажу, размер на 16-м каунте. Извините, я вот так уйду с кадра, чтобы случайно не засветить. 15,7 на 38 сантиметров. Если это на 16-м каунте. Не знаю, вышивать на идее, либо на равномерке. Я посмотрю, что у меня есть в запасах, что на дон, а то я буду вышивать. Но на самом деле прописано, что можно вышивать и на 18-й, и на 14-й основе. Но рекомендуется на 16-й. Вот такая у меня есть схемочка. Единственная от Стоник Рик. Надо попробовать. Если селеночков хватит, то, может быть, я еще смогу что-то приобрести и повышивать. А, кстати, не сказала. Также здесь предлагается по ключу приобрести вот такие пуговки. Извините, что пальцем ничего не взяла с собой. Возьму булавочку вот рядышком. Вот такие пуговки. Видите, вот здесь вот божья королочка. И вот здесь вот пришиваются пчелки. Также предлагается найти вот эти вот шармики и тоже сюда их пришить. Но я этого делать не буду. Я понимаю, что шармики эти, скорее всего, стоят каких-то сумасшедших денег еще заказывать. Не-не-нет. Я найду какие-нибудь красивые пуговички, что-то у нас в магазине. Простенько я пришью. Я, как бы, ну, нормально к этому отношусь. Поэтому с Стоник Риком мы закончили. Идем дальше. Небольшая коллекция у меня образовалась от Схем Миробилии и Лавандер Энд Лейс. Покупала на сайте Мадамы Нидл. Ну, и решила, как бы, ну, возьму. Вот. Возьму себе. Там была какая-то скидка акция. И я себе немножко приобрела. Вышиваю я очень медленно. Поэтому процесс у меня тоже идет, как бы, медленно. Но хочется иметь и хочется надеяться, что когда-нибудь смогу я их вышить. Вот такая у меня есть панелька. Очень шикарная и классная. Я прям очень-очень ее хочу уже вышивать. Мне кажется, я найду в доме местечко, куда ее повесить. Это у нас садовые музы. Мне здесь очень нравится основа такого оливкового цвета. Здесь дается два варианта от Вичелд и от Цвайгард оливкового. Я буду вышивать обязательно на Цвайгард оливкового. Мне нравится такой однородный тон без разных разводов. И вот такой спокойный, приятный, мягкий тон основы. Так, давайте попробуем почитать по ключу, что у нас здесь. Размер дается только в крестиках 292 на 152. Предлагается вышивать на 32-м каунте. Это будет примерно у нас 35 на 30. Примерно, да, я на скидку. Я сейчас не могу точно вам перевести 32-й каунт. Ключ здесь богатый. Милхилла тоже нужно много. Да, большой ключ. Тут вам не шутки. Ну что ж, ну что ж, ничего, мы справимся. Нужно будет приобрести сюда основу. Основы у меня такой нет. И может быть в следующем году я ее начну. Очень интересный дизайн. Дальше. Я давным-давно купила основу и бисер для этого дизайна. Дизайн снят с производства. И я думала вышивать по скачанной схеме с интернета. Но когда увидела оригинальную, решила взять оригинальную. Потому что, знаете, эти схемы неплохо копируются, сканируются. Вот такая бумага, что... Я предпочитаю купить, конечно, оригинальную схему. Очень красивая феечка. Такая нежная. Красивая разработка. Здесь у нас тоже что? Много креника, милхилла, различного бисера. Тоже такая богатая. По ключу, красавица. Размер. Размер. 126х320. Такая вытянутая панель. Примерно 30х47, наверное. На скидку тоже перевожу. 32-й, да? 32-й, правда? 32-й. Если у меня эта основа, а уже все здесь куплено, нужно просто вышивать. Так, дальше. Вот такая красавица с розами. Ее часто вышивали на YouTube. Очень красивая девушка. Розы здесь, основа нежная. Мне вот именно нравятся основы, как предлагается нам по ключу. Однородные, очень спокойные оттенки. Красиво. Будет очень красиво. Размер работы в крестиках. 230х310. Большая работа. А каунт, какой предлагается. Тоже 32-й. Натуральный лен. Натуральный лен. Вот так. Ну, это нужно будет в какой-то момент просто заказывать основ под этих красавиц. А это старенькие лавандер эндлейс. Их миллион раз вышивали. Но знаете, сколько раз смотрела на отшивы и всегда поражалась красотой и уютом этих дизайнов. И, конечно же, не могла пройти мимо. И тоже себе купила. Очень мне нравится эта девушка красавица. Такой у нее кружевная шаль свисает. Корзина с цветами. И девушка сидит с розами. Наверное, нюхает розы. Домик вдали. Ну, такой вот уют, красота. Прям вообще класс. Дальше. Вот такая у меня есть вышивальщица. На черной основе. Вышивать буду на аиде. На дне черного цвета и на белфости я не потяну. Ну, я потяну, но это будет долго. И я не хочу утомлять свои глаза. А вот на аиде будет смотреться тоже хорошо. Красивый венок. Богатый из фруктов, цветов и бабочек. И рукодельница сидит в себе и занимается своим делом. Вот. И вот такая вот еще красивая. Красивая картинка. Здесь очень привлекательная юбка у девушки. Да и у девочки тоже. По-моему, там такие как бы ромашки-цветочки. Может быть, даже бисеринки пришиваются в центр. Точно не знаю. Но очень уютная. Мама с детишками в саду, на природе. Красота. Такие платья, юбки. Ну, что тут сказать. Шикарно. Вот. Есть у меня еще вот такая схемка. Одна. Вот этого дизайнера, вот этого представителя. Это у нас Sempler Company. Дизайнер бренда Case. Вот такой красивый дизайн. Здесь все просто. Ниточками ДМС вышивается. Поэтому не составит труда. Но мне понравилось тем, что здесь как бы плотненькая такая зашивка. Центральный элемент. Он на незашитом фоне вокруг остается. Все остальное очень плотно зашивается. С плотным полотном. И дизайны такие очень разнообразные. Мне кажется, будет классно смотреться. Запечатанная схема. Я ничего не открывала. Все как пришло, так и пришло. Осталось совсем немножко. Вот такая интересная у меня есть панелька. Она меня влюбила в себя. Знаете почему? Потому что мне очень напоминают эти цветочки украинские рушники. Вот если вот так вот взглянуть, ну прям рушник. Очень красиво, гармоничный здесь рисунок. Вышивается все это дело шелком. Я все это приобрела. И ткань уже приобрела. Ткань, кстати, когда я покупала на 1,2,3 стичь, там было написано 40 каунт. Я ее купила. Но здесь написано, что можно вышивать и на 20, и на 18, на 16, и на 14 даются размеры. То есть можно вышивать на различных каунтах. Вот я не знаю, буду я вышивать теперь на 40. Я попробую. Если я смогу, может быть и буду. Если нет, тогда уже что-то будем думать. Вот такие красивые ниточки. Видите? Это шелк. Как меланж неоднородного покраса. Тюлип. Классик колорбокс. Тюлип. В общем, вот такие ниточки. Будем пробовать. Будем приобщаться к сэмплерам. И еще у меня есть один дизайн. У меня влюбила себя, но я к нему не знаю, как мне подобраться. Прям вот как мартышка и очки, честное слово. Сэмплер Ков. Сиан Фашин. Здесь у нас представлено в одном пакете два дизайна, две схемы. Можно выбрать любую, либо прям две вышивать. Мне нравится и первая, и вторая. И когда смотришь на эти два дизайна, теряешься, с чего начать. Ну, я вот не знаю. С одной стороны, здесь такие красивые цветочки. Вот мне нравится вот этот бордюр ряд, как он называется. А здесь тоже они есть, вот эти цветочки. И здесь более такие разнообразные, наверное, сочетания. Здесь просто рядами. Даже вот не знаю, девочки, вам что нравится больше? С чего начать? Помогите сделать выбор. Я больше склоняюсь все-таки вот к этому, к большому. Может быть, потому что картинка больше, и поэтому больше впечатляет. Не знаю. Больше к этому, потому что здесь идет все, наверное, в перемешку. А здесь просто рядками. Наверное, будет интереснее вышивать вот этот. В чем сложность? Сейчас я на липлюсь. И я вам пожалуюсь. В чем здесь для меня сложность? Ой, а где ключ? Ну-ля, ты куда его делал? Так. Значит, ткань здесь у нас предлагалась... Белфаст. Да, вот 32-й каунт, черный Белфаст. Я купила этот черный Белфаст. Как только я купила эту основу, открыла, посмотрела на переплетение, как это все смотрится, я поняла, что я на этой основе вышивать просто не смогу. За счет того, что ткань блестит, переплетений не видно, вот этих вот дырочек. Это как моя миробилия невесты. Придется просто как-то высчитывать переплетения на ощупь. Я не хочу. Я буду вышивать на Аиде. Практически полная зашивка. Зачем себя мучить? Аида, у меня есть 32-го каунта? Наверное, нет 32-го каунта. Ну ладно, купим. Даже можно будет вышить и на 14-го. Ничего страшного. Будет побольше, поинтереснее. Вот в чем проблема. Мне нужно здесь купить нитки. Ай, а я не знаю, где их искать. Я посмотрела на 1, 2, 3 стич, там их нет. Этих ниток. Нитки здесь у нас вышиваются какие-то шелка. Какой-то шелк здесь. Вот где-то я читала. Я вот с английским не так хорошо дружу, чтобы быстро найти. Но я помню, что я читала, что это какой-то шелк. Я его искала. На 1, 2, 3 стич нет. Другого ключа, чтобы подобрать в ДМС, тоже нет. У нас есть нитки ДМС шелка. Вот интересно, они как-то сюда. Можно их подобрать в шелк ДМС? Или здесь это будут меланжевого покраса? В общем, понимаете, у меня проблема. Я не знаю, как мне подобрать сюда правильный материал. Буду писать и на Джагес. Ты нажди меня. Приду к тебе просить помощи. Потому что и на все эти материалы хорошо знает. Шелками вышивает. И сэмплеры, и льны. А я вот еще не рада. Поэтому мне сложно пока сориентироваться, как нужно правильно укомплектовать. Хочется хотя бы чуть-чуть надкусить, попробовать. Потом уже будем думать, как вышиваться. И есть у меня еще вот такая вот малышка. Подарок от сайта Madame Needlework. От Ксении, когда делала заказ на вот эти все схемы. Там еще другие были вещи. Она мне положила вот такую вот интересную схемочку. Это будет у нас... Я уже ее открывала, смотрела. Это будет большая игольница. Большая будет игольница в виде такой подушки. Бочонка. Так, так, так. Ага, вот, вот, вот. Вот так вот в виде бочонка. Не совсем мой дизайн. Ну, вот, интересно попробовать. Я, конечно, обязательно попробую. У меня есть основа. Здесь нужен сороковой каунт. Почему я раньше не начала вышивать? Нужен сороковой каунт. Потому что, если взять другой каунт, по размеру будем сильно выходить. Из готового изделия. Оно будет не состыковаться с... Либо будет большой, либо маленькая. Теряется размер. И оно может подчислить совсем широкий этот бочонок. Либо узкий, вытянутый. И я как ни крутила, все равно нужен сюда вот именно этот сороковой каунт. Я купила сороковой каунт. Теперь нужно найти силы взять и вышить. У меня есть какие-то меланжевые нитки. И вот миробилие что-то осталось. И я смогу здесь поиграться, посочинять и чего-то навышивать на свое усмотрение. Мне муж переводил. Здесь что-то такое интересное написано. Я вам вот так вот поставлю. Можете сами посмотреть что-то про друзей, про совместное путешествие. Как хорошо быть вместе. Вот. Вы можете, кто знает хорошо английский, почитать и все это понять. Для меня, конечно, эти дизайны не очень понятны. Потому что здесь такой детский рисунок. Но кому-то нравятся вот такие примитивы. Мне вот такие примитивы, они мне непонятны. Но для интереса одну штучку я вышлю и сделаю. Вот. В принципе, сейчас думаю вспоминаю. В принципе, это все мои запасы схем. Если так посмотреть по объему, здесь, конечно, вышивать и вышивать. Это большой-большой объем. Но хорошо то, что места немного не занимает. Но так как в наборах, если бы это было все в наборах, это была бы целая коробка. А так в пакетике они себе прекрасненько хранятся и ждут своего часа, когда я начну что-то вышивать. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока-пока. До новых встреч.